всех-всех приветствую на своем канале сам себе режиссер меня зовут ольга 12 декабря 24 года новый день новое видео я сегодня вообще в 12 дня проснулась потому что я завтракала в 5 утра легла полежать и полежала просыпаюсь первый час знаешь что у меня уже хлебушка осталось два кусочка поэтому позавтракала вот чай не допила и хочу поставить хлеб ржаной как всегда потому что стрепушек белых хватает а вот ржаной хлеб будет разбавлять всю эту все это безобразие с белой мукой так у меня здесь теплая вода дрожжи ложку возьму дрожжи прессованные живые так эти вот галушки отрубим с они раскисли их разомну потому что одно время я так просто они потом попадаются все таки нет надо разминать и солод соль сахар и еще посыпала решила этот раз никогда не делала обычный я не очень люблю калиандр вот такой вот только молотый не стал искать вот здесь он у меня надо искать вот вот доставать ну а сверху может посыплю крупненьким и сегодня захотелось так изгаляться когда вымешу когда поднимется перед тем как духовку ставить можно поставить целый калиандр тоже пахуча вкусно куда вот столько у меня всяких приправ и для выпечки и для всего так что вот завела и солод салатом а сейчас покажу все вот сюда я все залила две вот таких кружечки воды все делаю на глаз сыпанула 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 ну вот как то так мешать не надо это я поставила так стоить мне некуда спешить к вечеру спеку я конечно не думаю что у меня зрители найдутся кулинары которые хлеб пекут каждый день но бывает но что-то так случайно заскочит мимо бывать спрашивают да иногда как чего ну вот я немножечко осталось у меня гранулы положила там высыплю маленькую мамочку так ржаная цельная зерновая вот такая мука у меня салат ржаной ферментированный улучшает вкус и аромат сохраняет свежесть для выпечки хлеба пряников для приготовления кваса этот салат годится не всегда он за раза продается как увижу надо даже побольше купить мука первого сорта такая я как приехал увидела купила первого сорта очень сложно купить все высший высший сорт но для голове но очень сложно это пересказать а зрители все и у моего моего родственника и моего или там или у меня и там видения какие-то но вроде бы ну в реальности но дети жена все ест пьет но вот временам у него такое вот нападает на него ну вот там какой-то диагноз на сказала но многие сказали что это шизофрения но она же дать разная бывает есть на на агрессивная есть на такая тяль вяло текущая может быть как-то так да очень страшно два года на с ним жила на лекарствах но все равно страшно страшно это такое что он в любой момент и вот пока одно прекрасное утро вышел в подъезд и где-то с окна наверно с подъездного я так и не поняла потому что они из дома счастливо жили очень она переживает что может без него с ним и не было такое счастье 17 лет она за него ушла замуж вот столько прожили в столяке и судьба берет и вот так вот поворачивает тяжелое конечно интервью но натали хоть и худенькая но такая сильная трое мальчишек трое детей один взрослый уже и она ввела я ним рассказала что у него тоже видение одно время после каких-то экзаменов видимо перенапрягся или что у него тоже какие-то видения были что-то такое знаете но многие пишут зачем ты о сыне рассказала все-таки ему жить ну правда от этого зря ведь услышат и одноклассники или как там одногодки или там не одногодки три уже в открытом доступе зря конечно она не подумала но она миллион заработала за это все это секрет был на миллион именно на миллион подробно рассказывала вот вытягивают за деньги все домашние вот эти вот подковерные такие дела захочешь миллион раз рассказывать вот те миллион как мы в ю тубе делаем надо день удовлетворять им зрителей что попросят то и говорим вот москву она забрала и свекровку и мать у каждого по квартирке видимо они там как-то а можете в одной что-то не поняла квартире уж в одной да много комнат ну что одну бабушку показали вроде бы комната скромная только недавно свекру них умер и вот пожалуйста свекровки видите сын и и муж умер но я думаю это наследственное все таки это наследственное вот вальфу натали муж не хотел детей возможно у него было что-то знание того что у них в роду такое он хотел детей на его уговаривала но сейчас и младший что-то с младшим случилось маленький поздно не уродили что-то у него зайка ним началось но что-то вот все с нейронами с этими с мозгами ладно такая тема кому надо посмотрят секрет на миллион с натали ветер с моря я вчера все хватит об этом вчера пекла бисквит еще шоколадный и не показала но у меня здесь есть фотка могу прислюнить сюда скамону надо ну все-таки для себя другой раз я открываю не вижу когда я капусту солила когда я кого поздравляла если забыла число дня рождения все больше ничего не смотрела сегодня ну бабушек все посмотрю но я вчера смотрела все живы-здоровы все сидят стряпают кто ищет даже жениха там пути лиц надеются на светлое будущее но не бывает такого это судьба 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 сводит и даже если когда ты об этом и не думаешь она сводит а так бегали ска а тамара там вспомнила там а там какая в годах женщина на на далеко за 70 такая худенькая истощенная какая-то интересная мощно специально так тоже вот находит на встречи на знакомстве стоит на сайте не ходит на встречи только девочки на комодину деды мы не будут они не редко это на эти динамиллион такой порядочный дедок там бывший хороший муж остался один видимо родственников нет пристроить это его и поэтому он это редко ну что же вы думаете один миллион и нам попадется вообще смешно но я наблюдаю иногда включаю смотрю опять сидят клянут между прочим и воспитывают зрителей чтобы зрители не писали не пишите мне не пишите я расстраиваюсь не пишите как же так вышли на такую аудиторию все и бравирую тем я все рассказал я все рассказала про себя а вы не понимаете пишите поэтому пишут личное потому и личное что оно личное о каламбур какой никто никогда не по сочувствует только по злорадствую это кто по сочувствует он не напишет вздохнет посмотрит вздохнет пожалеет и отключится злорадных больше больше тем более очень много несчастных и они хлопают в ладоши что не одна она вот у разбитого корыта а еще кто-то ура и начинает строчить начинает строчить так не беспокойтесь бабушки снимайте видео что хотите говорите нам терять нечего мне хоть а слово это говорит но мы уже как говорится ничего не теряем единственно у кого родственники я удивляюсь если дети внуки слышат о каких-то подвигах в юности каких-то разборках там со своими мужьями может они участвовали в этих разборках то еще куда не шло но у этих же детей и внуков детей и внуков есть же еще понимаете свои дети свои знакомые свои друзья именно не обязательно это все не на крахмаленное белье рассматривать муж не обязательно им это делать пока стою вот подолго будут они я еще их руками буду раздалбливать такие шарики отруби и 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 О, надо помыть. Он такой шуршавенький зайчик, чтобы плохо мыть. Маленько протру, а надо бы хорошо надрать щеточкой. 15 лет этому зайчику. Это мои друзья охраняют меня. Ну вот и все. Немножечко потарахтела. И вроде бы и жизнь началась. Утро. А то с обеда. Так быстро проходит. Не успеешь глянуться, а уже вечер. Ну потому что встаю почти в обед. От моей роджереи. Пойду сейчас на балкончик. Надо мне кое-что там взять. У нас ночью минус 25, а днем 8-7. Солнце светит. У меня очень солнечная квартира. Видите, как солнце. Видите, видите, как солнышко. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok